Привет! И давайте приступим к самому, наверное, сложному уроку. В этом уроке мы с вами создадим кнопку магазина. Ну и сам, конечно же, магазин. Вот, давайте приступать. Первым делом давайте исправим один баг, который у нас еще возник давно, в принципе. Но просто я как-то о нем совершенно забыл и забывал в других уроках. Смотрите, давайте я сейчас попробую проиграть, да. Да, проиграть. И перезагрузить игру, как бы, да, рестарт нажать. Теперь смотрите, опять-таки я просто начинаю игру и ничего не нажимаю. Смотрите, что произойдет. Бац, это баг, да, то есть он у нас переходит на другой кубик, что совершенно неверно. Почему? Потому что у нас в CubeJump есть несколько статических переменных, которые оставляют свое значение даже после того, как мы обновляем сцену. Поэтому мы здесь допишем новую еще функцию, Awake, которая срабатывает до всяких стартов и прочего. И в ней что мы будем делать? Мы будем брать переменную Jump и присваивать ей значение False. Мы будем брать переменную NextBlock и присваивать ей значение False. То есть так же, как и они, как бы, поначалу и должны быть. Вот. Теперь, конечно же, когда я буду проигрывать, у нас этот блок не будет смещаться на новую позицию. Ну, при этом, если я даже ничего не нажимаю, да. Опять, давайте я проиграю. Упс, получилось встать, но это неправильно. Давайте я все-таки проиграю. Что-то я разошелся, да. Пять попал. Ну, так, все, наконец-то я проиграл. И давайте теперь Restart нажмем и посмотрим, что у нас в этот раз получилось. Смотрите, я ничего не нажимаю и у нас, как бы, ничего не происходит. То есть то, что и должно быть, да. И мы просто можем продолжить дальше игру. И это просто замечательно, как по мне, да. Сколько бы я не нажимал Restart, у нас, ну, ничего не происходит. Так, в общем-то, с багом справились. Теперь к магазину приступаем. Что же мы первым делом сделаем? Первым делом мы давайте создадим новый UI RAW Image. То есть это будет, как бы, такой background для нашего магазина. Ну, shop background, так его и назовем. Сделаем его static. И что же мы сделаем? Мы его растянем на весь экран. Вот таким вот образом. Просто anchors растягиваем. И потом все по нулям устанавливаем, да, чтобы он был полностью на весь наш экран. Теперь color. Color его поменяем, да, то есть цвет поменяем, да. Например, его сделаем прозрачным, во-первых, да. То есть вот это вот последнее A, это как раз прозрачность. Вот, я уже выбрал цвет. Просто его сюда вставил, как бы, вот такой вот белый прозрачный, как бы, будет цвет для нашего заднего фона, для магазина. Теперь создаем новый скрипт в папке main.scene. Назовем его shop. Просто shop он будет называться. Вот, или давайте, наверное, может, даже не просто shop. Сейчас я его поменяю, название, потому что это как-то не особо понятно, что это происходит, да. Shop background, да. Вот, и теперь, поскольку поменял название, то здесь я тоже его просто добавлю, bg, вот этот, ну, чтобы оно соответствовало. Удаляем функцию update и оставляем только функцию start, в которой, в принципе, будет у нас все происходить. Для начала добавим одну переменную, это будет public переменная, game object, да. То есть вот game object, и это будет detect clicks. То есть вот этот наш объект detect clicks, когда мы отслеживаем клики, мы будем брать этот объект. Здесь, что мы делаем? Мы detect clicks, set active, false. То есть когда мы включаем, как бы, магазин, нам не надо, чтобы еще мы могли, как бы, начать игру, да. Поскольку мы, как бы, магазин у нас будет на весь экран, то и нам не надо, чтобы мы могли еще включать игру. В onDisable, когда мы отключаем, как бы, вот этот наш магазин, то мы его будем, наоборот, опять включать наш этот detect clicks. Вот, в shop.bg мы перекидываем скрипт и ставим ссылку на detect clicks. Вот, ну и плюс его отключаем, этот shop.bg, чтобы мы его не было видно. Теперь же давайте мы еще зайдем в скрипт buttons, и здесь мы добавим еще дополнительный, даже не будем добавлять, во-первых, удалим вот эти пробелы, но это так, оно не относится, конечно, ни к чему, но просто удалили, и добавим новый кейс. Кейс, который у нас будет срабатывать при нажатии на кнопку shop. Да, то есть, ну, наконец-то мы все-таки к shop приступаем, да, к этой кнопке. Итак, ну, break сразу поставим. Итак, что же здесь будет происходить? Происходить здесь будет следующее. Во-первых, мы добавим одну переменную, это будет game object. Так, давайте назовем его shop.bg, да, то есть мы будем включать вот этот как раз наш объект shop.bg. А в свою очередь, когда shop.bg, вот этот, ну, shop background, да, включается, то там уже свои собственные функции будут происходить, да, то есть мы его даже так напишем, shop.bg, set.active, shop.bg, active.self и как бы его false, да, то есть каждый раз, если он активный, то мы его выключаем. Если он выключенный, то мы его включаем. Вот, в принципе, сейчас скрипт прогрузится, и мы сюда закинем вот этот вот наш shop.bg, да, вот сюда, в game object. Вот, закидываем, и если теперь все это запустить и проверить, то у нас, смотрите, когда мы нажимаем на нашу кнопку shop, включается как бы наш магазин, да. Сейчас здесь ничего нету, но в дальнейшем, плюс detect clicks, как видите, отключился, да, теперь опять включился, да. В дальнейшем сюда добавим кубики, и будет классный магазин. Вот, в принципе, вот видите, даже сеттинг совсем, оно работает просто отлично. Единственное, что нам необходимо в shop.bg, тут переделать не start, а on enable, да, то есть когда мы просто включаем как бы скрипт, да, тогда вот оно будет, видите, сразу detect clicks становится false или true, да, то есть бац, он каждый раз меняет свое значение, видите, да, то есть каждый раз тут галочка как бы меняется, да, потому что да, она не менялась каждый раз. У меня есть вот такой вот спрайтик, это просто, ну, как бы кнопочка закрытия магазина, потому что не всегда пользователь сможет догадаться, что именно надо нажимать обратно ту же кнопку магазина, чтобы закрыть, поэтому еще добавим дополнительную кнопку, которую сделаем формата 16 битс, вот, и по нажатию на эту кнопку опять-таки будет просто закрываться магазин. Сделаем дубликат кнопки shop, назовем ее close, и это будет как раз именно наша кнопка закрытия магазина. Перенесем ее в shop.bg, да, то есть она будет открываться вместе с магазином, да, когда мы открываем весь этот задний фон магазина, открывается также и кнопка вот эта вот. Вот здесь, в принципе, у нас все так же самое будет, то есть ничего абсолютно не меняем, и просто посмотрим, что у нас из этого получилось. Как видите, вот у нас здесь появилось, то есть все правильно как бы сработало, но, конечно же, место для нее не самое, так сказать, удачное. Ее необходимо перенести выше, давайте мы этим и займемся, пока она закрыта, да, она, в принципе, закрыта из-за того, что у нас shop.bg, вот этот основной компонент, ну, gameobject закрыт, если его открыть, то мы видим кнопку нашу открытую, вот, и ее мы можем перенести, ну, например, либо вправо, либо влево, куда угодно, я, наверное, вот оставлю ее в правом верхнем углу. Мне кажется, она здесь будет достаточно неплохо выглядеть, но, если что, перенесем ее в левый верхний угол. В общем-то, расположение кнопки, это не особо играет важную роль, да, главное вот эти anchors подогнать, чтобы был box collider, ну, в принципе, да и все, да. Вот, скроем, опять-таки, shop background и посмотрим, что у нас из этого получилось. Давайте включаем, у нас вот она вот здесь есть, да, ну, нет, она выглядит плохо, как не крути, но она выглядит плохо, да. Давайте ее поместим таким образом, чтобы она все-таки выглядела как-то хорошо, да, поэтому прямо вот здесь в игре попробуем, давайте, наверное, вот где-то вот так вот, возможно, ее поместим. Вроде бы выглядит хорошо, ну, буквально ничего не закрывает, даже ее можно уменьшить, пожалуй, вот от такого вот размера, вот, и так она, мне кажется, вообще будет выглядеть шикарно, да. Единственное, что не надо вот эти anchors подставить под размер кнопки, да, вот буквально вот под вот этот квадратик, ну, это как всегда делаем, да, и после выключения игры все значения установятся как до начала игры, да, поэтому я copy component делаю, чтобы скопировать все эти значения, вот она вот здесь сейчас стоит, да, видите, она красиво увеличивается, и вообще все нормально с этим работает, можно так закрыть shop, вот, все срабатывает. И теперь их просто необходимы, вот эти copy component я сделал, теперь paste component value, да, то есть вставил значение компонента, да, теперь когда я буду включать игру, ну, и включать магазин, оно будет на своем месте находиться, видите, да. Ну, единственное, оно теперь еще не работает, но это уже исправить достаточно просто, то есть, чтобы исправить это, давайте зайдем в button script, и здесь напишем новый кейс, кейс будет, ну, по названию кнопки, то есть close. Кейсбрейк, это все уже мы не раз писали, да, и что же будет он делать, просто закрывать будет наш магазин, поэтому делаем shop background, set active, и здесь нам не надо вот это, что оно наоборот меняет, оно просто всегда ставит false, да, потому что мы всегда должны закрывать просто магазин, если мы нажимаем на close эту кнопку. Вот, сейчас здесь у нас уже присутствует этот shop bg, да, в этом button script для кнопки close, поэтому он сработает правильно. Конечно, давайте мы проверим, нажимаем, и у нас все закрылось, то есть, работает все абсолютно верно. Так, замечательно. Теперь же мы давайте создадим новый объект, это будет кубик, ну, то есть 3D cube, и повернем его таким образом, чтобы он выглядел, в принципе, красиво, вот где-то вот так вот его поставим, да, вот таким вот образом его просто повернем, перейдем в 3D режим в сцене, поставим его координаты таким образом, чтобы он не был как бы на камере лежал, да, а немного отдаленно от нее, ну, и все-таки выходил за те объекты. То есть, это те кубики, которые будут у нас в магазине, с которыми мы сможем прокручивать, и которые мы сможем покупать, и, в принципе, которыми мы сможем играть, вот. У нас их будет, давайте, 5 штук, поэтому я просто дублирую эти кубики. Для каждого кубика будет свой собственный материал, вот, в принципе. Для начала еще давайте добавим еще один пустой объект, его назовем ShopCubes, вот. То есть, здесь, в этом объекте будут заключены все кубики, да, причем Position надо было по нулям все поставить. И сюда закидываем все эти кубики, вот. И давайте Reset, возьмем, вернее, CopyComponent, да, и этот компонент, ну, Past, вот это Values, значение поставим для ShopCubes. Хотя, хотя, не знаю. Давайте, наверное, не будем чесать, но остановимся так, как у нас все было, да, просто добавим еще два кубика, ну, вернее, уже один только кубик, вот это последний наш пятый кубик. Вот 5 кубиков, из которых мы сможем выбирать любой кубик и им играть, да, вот. А двигать эти кубики мы будем непосредственно благодаря ShopCubes, то есть мы будем двигать ShopCubes, и тем самым все кубики будут передвигаться, да, то есть один объект двигаем, все остальные передвигаются. Здесь давайте добавим для начала MainCube материал для всех, абсолютно для всех один материал добавим, MainCube, вот. А потом уже будем конкретно для, ну, вернее, можно даже сейчас, да, для каждого нового кубика будем добавлять новый материал, да, например, вот кубик второй будет уже иметь вот такой вот красненький какой-то материал, да, там следующий еще какой-то будет материал иметь, вот. И, в принципе, пока я все эти материалы заполняю, да, перекидываю на кубики, можно просто ускорить видео. Теперь же давайте зайдем в ShopBG класс, и здесь добавим AllCubes. То есть это будут вот эти все наши кубики, которые мы также делаем активными, да, то есть когда мы открываем наш магазин, то AllCubes мы делаем активными, сетектив true, а когда закрываем их делаем наоборот, ну, скрываем их, сетектив false. Вот. А здесь в игре нам надо просто, вернее, нам надо ссылку на это все перенести, то есть в ShopBG мы переносим вот этот ShopCubes на AllCubes, да, ссылочку на все эти кубики наши, включаем магазин, и мы видим, что они открылись вместе как бы с магазином. Единственное, что они теперь немного находятся как бы за нашим задним фоном, да, то есть это не совсем красиво, давайте это двинем задний фон вот, например, на 155, на такое вот значение, да, по Z, и включим его, чтобы мы могли видеть. Даже, наверное, дальше, да, прямо до кубиков, но чтобы он не заходил на эти кубики, да, поэтому где-то вот так вот давайте 287 по Z, например. Вот, да, видите, 280, 290, давайте, чтобы точная была какая-то цифра. Вот, а ShopCubes, вот эти, откроем, они теперь находятся на правильной координате, в принципе, я их вижу, они не за белым этим фоном, можно их даже поближе было бы донести, но я думаю, и так нормально. Можно их еще чуть-чуть пониже поставить, да, где-то вот так вот примерно, ну, по минус 5, да, для всех этих ShopCubes я поменял rotation по X, вот, и теперь просто X будем двигать, и тем самым будем двигать все кубики. Скрываем обратно этот ShopBG, все скрываем, и попробуем теперь, как оно у нас сработает. Включаем магазин, и мы видим, да, красиво, нормально, кубики отображаются, ну, то есть, в принципе, все классно выглядит, да. Теперь осталось их научить двигать, осталось еще немало всего, конечно же, но тем не менее, я думаю, это будет уже не так-то сложно. Давайте, наверное, еще с цветом поиграемся, да, например, чтобы он был вообще таким вот, ну, прозрачным, но уже не таким сильно прозрачным, да. Вот этот цвет можете себе скопировать, вот. Вот такой вот он у нас будет, да, сейчас я его сюда просто вставлю еще раз. Вот, вот такой вот цвет у нас будет для нашего заднего фона, для магазина. Теперь же давайте мы, пожалуй, откроем опять-таки все наши кубики, вот, и создадим давайте еще один 3D-объект, Cube это будет, который опять-таки поместим сюда, да, и это будет уже scroll, ну, scroll space, так бы сказать, да, scroll objects, назовем его этот объект. То есть это будет то место, ну, на которое мы сможем нажимать и как бы перетаскивая палец, да, передвигая палец, просто все наши объекты передвигать, да. То есть это будет, вот, оно должно быть, как detect clicks нам, весь экран, по сути, да. Вот, что мы сделаем? Давайте мы remove component Box Collider от всех наших, ну, кубиков, да. А вот этот кубик, который scroll objects, мы здесь, во-первых, сделаем его триггером, да, чтобы он никак не соприкасался с другими объектами. Вот, ну, то есть объекты могли проходить сквозь него. Вот, растянем его по X, вот, и по Y потом его еще растянем. Плюс включим Gizmos в вкладке Game, да, чтобы мы видели, ну, вот этот наш кубик, да, и откроем iPadTall, чтобы максимальное было разрешение. По X мы поставим минус 10, а по Y 11, да, таким образом мы видим, что он охватывает весь абсолютный экран. Вот, Z нам менять абсолютно не надо, поэтому MeshRender дополнительно, кстати, удаляем, да, потому что нам не надо, чтобы был виден сам кубик, нам нужен только Box Collider. Вот, в общем-то, все готово с этой штукой, теперь надо добавить новый скрипт. Скрипт мы, опять-таки, C-Sharp это будет, и он называться будет Scroll Objects. Да, Scroll Objects, я его назову, и открываем этот скрипт. В принципе, тут все достаточно будет просто, но, тем не менее, скрипт немаленький получится. Вот, так, у нас получилось, что Scroll Objects у нас уже скрипт есть, да, я что-то забыл про него. Давайте я удалю этот скрипт, да, новый создам скрипт, назову его совершенно по-другому, как-то, ну, чтобы не было двух одинаковых скриптов, да. Давайте я его назову Scroll Cubes. Ну, вот так вот я его назову, да, это конкретно, какое-то будет более конкретное название, и перетяну его на Scroll Objects, на наш этот объект, да, вот здесь он будет. Просто открываем теперь этот класс, и здесь, опять-таки, удаляем все, что здесь было. Теперь в этом скрипте мы пишем переменные. Переменная Public GameObject Cubes, то есть это тот объект, который мы будем как раз передвигать, да, все наши вот эти кубики. Дальше мы пишем новые еще переменные, ну, это будет Private, она нигде уже нам, вне скрипта она нигде нам не надо будет. Это ScreenPoint, то есть просто вектор, который как бы разрешение экрана. И Offset, то есть Offset это тот вектор, который мы будем добавлять при нажатии, например, на экран, и передвинули мышку, и вот этот Offset мы будем добавлять, да, то есть вот это вот дополнительное. LockedYPosition, то есть мы по Y ее никогда не двигаем, поэтому как бы вот это будет float, такая переменная, которая для Y будет, для Y координаты. Теперь в функции Update мы пишем, если CubesTransformPosition будет по X больше, например, чем 0, то есть если больше, чем 0, то мы их должны двигать до позиции 0, да, вот видите, они сейчас на позиции 0, если они, например, вышли за эту позицию, да, то мы их двигаем обратно, ну, как бы к 0, да, вот. Поэтому если оно больше 0, тогда CubesTransformPosition, и здесь пишем вектор 3, move towards и до позиции, в принципе, 0, да, то есть здесь стандартная штука, от позиции CubesTransformPosition и до позиции NewVector, в котором мы пишем, что координаты по X это 0, а все остальные точно такие же, как и были, да, то есть CubesTransformPositionY и CubesTransformPositionZ, да, вот, то есть двигаем просто до координаты 0, если мы вышли, как бы, за пределы этой, за пределы 0, ну, то есть они там уже не видны, или вообще там не надо нам двигать дальше, да, то, чтобы мы двигали объекты, чтобы они подвинулись к нужному нам месту, да, ну, и скорость это TimeDeltaTime умноженное на 10F. Еще одна проверка сразу, то есть это в одну сторону, если они вышли слишком далеко, да, это Cubes, если по X больше 0, а вторая проверка это, если они в другую сторону выйдут слишком уж далеко, да, поэтому CubesTransformPosition, опять-таки, по X, только уже меньше минус 5F. Скопируем, опять-таки, ту же самую строчку кода, да, то есть здесь все абсолютно то же самое, только здесь мы будем уже двигать не к нулю, а к, ну, почему вообще к минус 5, потому что, видите, вот здесь вот они слишком могут далеко выйти, да, поэтому я, ну, обратно их буду возвращать, чтобы мы недалеко уходили, так сказать, и двигаем до минус 5F, да, то есть здесь все очень просто, да, если выходим куда-то, то их двигаем обратно. Хорошо, теперь именно передвижение. Теперь, для начала мы напишем VoidOnMouseDown, да, то есть при нажатии на экран, мы берем LockedYPosition, то есть YPosition мы не двигаем, берем ScreenPointX, да, то есть по сути это у нас будет 0, ну, то есть мы никак не двигаем нашу Y-позицию, да, вот, дальше мы создаем как раз вот этот Offset, то есть, ну, на какое расстояние мы передвинемся наши кубики. Здесь все очень просто, CubeTransformPosition, то есть мы берем позицию этих кубиков, и берем минус, камера, main, и вот здесь важный момент, мы это берем все ScreenToWorldPoint, да, то есть чтобы это было в мировых координатах, так, ну, все это было, ну, все эти координаты наши были, да, не какие-то LocalPosition, да, локальные, а именно в мировых координатах. Вот, и создаем новый вектор, здесь мы что делаем? InputMousePositionX, да, то есть там, где мы как бы нажали нашу кнопочку, ну, мышкой, да, или это будет палец потом на телефоне, то есть вот этот InputMousePosition, это палец на телефоне, так что на компьютере это мышка, на телефоне это палец. И здесь мы берем X, Y, а вот Z мы вообще нам не надо, поэтому ScreenPoint.Z, да, то есть по 0 там будет. И курсор Visible, то есть чтобы просто курсор не был виден, когда мы это все передвигаем. Это на телефоне никак не сработало, ну, просто чтобы в Unity это более-менее красиво выглядело. OnMouseDrag здесь как раз все и будет происходить, то есть когда мы передвигаем наш курсор, мы должны смещать все объекты, поэтому мы создаем новый вектор 3, который мы давайте назовем Current, ну, то есть CurveScreenPoint, да, то есть, ну, вот эта позиция, данная позиция, как бы, экрана. Вот. Что здесь, какие здесь координаты мы передаем? То есть мы здесь передаем, опять-таки, позицию нашей мышки, причем по Z нам не надо передавать никакую позицию, да, поэтому Z мы передадим, ну, типа как 0, да, поэтому ScreenPoint.Z, да, это 0, в принципе. Вот. То есть здесь мы никаких координат, то есть каждый раз мы, когда передвигаем, мы берем координаты мышки, да, то есть насколько далеко мы это все передвинули. Еще один вектор создаем, это CurrentPosition, и здесь мы что берем? Мы берем Camera, MainScreenToBorrowPoint, да, то есть, опять-таки, чтобы не локальные все эти были значения, и здесь мы берем CurrentScreenPoint плюс Offset, да, то есть получается мы берем, где наша мышка, и добавляем это все в Offset, то есть наши, где наши кубики находились. Вот. Ну и CurrentPosition.Y, что мы Y, как бы он у нас, чтобы 0 был равен, мы по Y не двигаем. И что мы последнее делаем, это вот этот вот CurrentPosition, мы добавляем к CubesTransformPosition, да, то есть теперь же мы их просто, как бы, двигаем, да, вот двигаем их на позицию CurrentPosition, да. То есть, в принципе, тут все очень и очень просто, да, CurrentPosition, это у нас ScreenToWorldPoint, нашей CurrentScreenPoint, да, CurrentScreenPoint, это то, где сейчас находится мышка, плюс, ну, плюс тот вектор, где наши кубики находились, до, как бы, перетаскивания всех этих объектов, да. А конечная цель, это именно все наши кубики, вернее, позиция наших кубиков, вот, ну, получается, плюс Offset, и плюс там, где наша мышка находится. Ну, в общем, вот так вот как-то это все выглядит. И последнее, что мы сюда допишем, это VoidOnMouseUp, да, то есть помните, что мы CursorVisible сделали False, да, теперь мы его сделаем, наоборот, True, ну, опять-таки, на мобильных устройствах это вообще ни о чем не говорит, да, ну, а вот в Unity просто, чтобы оно красиво как-то выглядело, да, курсор скрылся, и курсор показался. Ну, я считаю, это более-менее правильно будет. Теперь ScrollObjects, здесь скрипт сейчас прогрузится, и мы вот эти все, упс, ну, да, все правильно, чуть выше его перенес, и мы сюда все вот эти кубики, ну, вот этот наш ShopTubes, да, объект перенесли просто. Теперь мы именно его и будем двигать по X-у. Вот, по сути, он у нас находится, у нас все, верно, вернее, находится, так, 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 ShopTubes нам необходимо скрыть, да, изначально, вот, опять-таки, запустим игру, сейчас посмотрим, что у нас из этого получилось, включаем магазин, и пробуем, упс, у нас не совсем уж красиво получилось, но, тем не менее, функционал, что мы передвигаем кубики, работает, да, вот, и видите, если я слишком далеко в какую-то сторону, они как бы возвращаются обратно, да, то есть, вообще шикарно, все просто шикарно, да, конечно же, возникли кое-какие проблемы, так сказать, вот, во-первых, мы сделаем, что у нас вот этот вот scroll objects, objects будет всего лишь по Y7, да, чтобы не полностью весь экран закрывал, и сделаем его где-то вот так вот, чтобы он не слишком, наверное, высоко был, да, то есть, верхнюю часть, чтобы он не закрывал, почему? Потому что, когда мы нажимаем на кнопку закрыть, она просто не срабатывает, да, потому что у нас есть вот этот scroll objects с box collider, и он перекрывает нашу кнопку. Теперь же, если включить, мы можем опять-таки двигать их всех, вот, и плюс у нас работает уже кнопка, но до сих пор остаются кое-какие проблемы, ну, как вы видели сами, да, во-первых, shop cubes мы по Y ставим 0, чтобы они каждый раз, ну, вы видели, такое мелкое как будто бац, и оно вниз чуть-чуть сместилось, да, теперь они не смещаются вниз, каждый раз оно нормально как-то срабатывает, плюс вот этот shop background, у нас, видите, он сейчас, ну, во-первых, эстетик его, сделаем эстетик, вот, и чуть-чуть его выдвинем, да, вот, буквально давайте вот так где-то его выдвинем, да, например, 170 по, по зетке, да, и сюда просто эту координату сейчас вставим, да, вот 170, вот, и также необходимо будет кубики наши эти все тоже передвинуть чуть поближе, ну, чтобы, видите, вот такого не происходило, чтобы оно друг на друга не налегало, давайте минус, минус 4 поставим, например, или давайте минус 2, минус 2 нам абсолютно хватит, вот, то есть минус 2, и то на 170 по зетке, теперь, конечно, оно будет выглядеть намного лучше, теперь же давайте мы еще проверим, как у нас это все работает, и смотрите, включаем магазин, у нас все прям шикарно работает, да, но единственное, что работает, не плохо работает, так это Tap to Play, вот это вот оно все-таки мешает, правда, ну, совершенно некрасиво оно выглядит, а так-то у нас красиво все, в принципе, работает, да, и кубики полностью правильно передвигаются, вот, но вот этот Tap to Play, он работает уж слишком плохо, что же нам необходимо сделать, нам необходимо добавить в ShopBG, новый, новый объект, да, это PlayText, PlayTxt будет, вот так он называться, и, теперь, когда мы включаем наш магазин, то мы PlayTxt ставим Set Active False, а когда мы выключаем, то мы PlayTxt ставим True, да, то есть, обратно включаем, это же, ну, как я уже сказал, это именно наш вот этот Tap to PlayText, да, то есть, который мы включаем и выключаем, чтобы он просто не мешал нам, так бы, вот сюда мы его перекинули, и можем запустить игру, посмотреть, что у нас из этого получилось, включаем, бац, у нас он исчез, да, и у нас вообще, ну, ничего не мешает, просто магазин, да, то есть, все прям как нужно, да, все абсолютно правильно работает, теперь у нас появилась еще кое-какая проблемка, давайте я опять запущу игру, давайте я включу магазин, просто здесь как будто мы что-то поделали, да, и выключим магазин, включим саму игру, да, то есть, запустим, сейчас парольника в том заключается, что я не могу прыгать на другие объекты, оно просто не срабатывает, не срабатывает оно, потому что DetectClicks, он просто как бы здесь не виден, да, он находится за, за нашим вот этим ScrollCubes объектом, да, который тоже BoxCollider и так далее, да, что нам необходимо сделать, это нам необходимо, что DetectClicks мы будем брать GetComponentBoxColliderEnableFalse, да, то есть, мы не будем полностью скрывать объект, а мы будем скрывать исключительно BoxCollider, вот, и таким образом оно, в принципе, у нас вот этот GameArrangement и все, и CubeJump, они все будут работать верно, да, то есть, они, ну, как бы они не будут пропадать куда-либо, поэтому, если я сейчас опять-таки, ну, видите, BoxCollider только выключился, да, но все равно у нас, как бы игра не запускается, если мы в магазине, но теперь, если я включу игру, и попробую прыгнуть, то видите, оно у нас просто вот все правильно срабатывает, да, потому что в тот раз оно просто выключало GameArrangement, этот скрипт, ну, и CubeJump выключало, ну, то есть, оно вообще делало объект неактивным, вот, но видите, еще пара у нас есть проблемочек, да, ну, с этими проблемами уже намного проще справиться, то есть, опять-таки, мы берем ShopBG, вот этот наш скрипт, и здесь LooseButtons, делаем новый объект, теперь его мы, SetActiveFalse, делаем каждый раз, когда мы включаем в магазин наш, и вот, по поводу уже того, когда мы их обратно включаем, это уже немножко другое дело, то есть, когда мы включаем, пожалуй, эти кнопки, да, нам необходима еще одна Boolean, на переменной Boolean, то есть, ActiveLose, да, если кнопки были до того, как мы их выключили активными, да, тогда мы их должны потом включить, да, но если они не были активными, то их и включать не надо потом, да, поэтому, if LooseButtons ActiveSelf, то ActiveLose мы ставим True, да, это мы делаем в onEnable функции, а здесь, если ActiveLose равно True, как бы, да, то мы тогда, LooseButtons, ставим SetActiveTrue, да, то есть, мы их тогда включаем, если же ActiveLose будет равно False, то мы их и не будем потом включать, да, вот, теперь здесь в CubeJump, давайте мы зайдем в скрипт, и здесь у нас есть PlayerLose, вот эта вот функция, которая, в принципе, включает вот эти вот все кнопки, да, поэтому, ну, она как бы постоянно срабатывает, да, и у нас они даже не отключатся, наши эти кнопки проигрыша, нам необходимо сделать такую штуку, как еще дополнительная проверка, то есть, Loose, вот здесь в апдейте, да, Loose, и AddLose, равно False, а в PlayerLose мы эту переменную поставим как True, да, то есть AddLose равно True, и теперь эту переменную добавим, да, и добавим ее как Boolean, то есть, через запятую, AddLose, да, поначалу она будет False, и как только один раз сработает вот эта функция PlayerLose, она станет True. в Shop BG мы перекидываем наши эти Loose Buttons, весь этот объект, весь этот объект, и теперь попробуем как оно сработает, включаем магазин, у нас опять-таки все нормально работает, тут кнопки проигрыша не высветились, теперь попробуем проиграть, вот, сейчас, секунда, кнопки проигрыша есть, включаем магазин, они не мешают, как видите, да, они абсолютно не мешают, нигде, ну, все шикарно, вот, и, ну, видите, да, ну, и назад, все верно срабатывает абсолютно, вот, надо, наверное, даже повыше будет поднять, и вот сейчас у нас появился Tap to Play, и плюс кнопки проигрыша появились, кнопки проигрыша, это, конечно, хорошо появились, но Tap to Play не надо, да, давайте для начала просто поднимем немного выше все эти наши кнопки, не кнопки, а кубики, да, где-то на 1.3, давайте даже 2, 1.2, вот, ну, где-то на такую высоту, потому что уж слишком они низко, да, находятся на 1, на 0, вот, хорошо, у нас есть 2 теперь буквально ошибки, первое, это давайте мы сделаем дополнительную проверку для вот этого PlayTxt, да, то есть если он при выключении эти кнопки были активными, да, тогда мы ставим, что здесь, во-первых, добавим дополнительную переменную, Active, давайте, как мы их назовем, ActivePlayText, вот так вот назовем их, вот, и если они были активными в момент выключения, то мы ставим true для этой переменной, а и в onDisable функции, если они, теперь мы проверяем дополнительно, и вот этот ActivePlayTxt равен true, тогда мы их открываем, да, вот, ну то есть то же самое, что и для LooseButtons, оно теперь у нас будет верно срабатывать, давайте, пожалуй, с этим сначала проверим, вот, думаю, оно правильно все сработает, да, и должно правильно сработать, включаем, проигрываем сейчас, секунда, упс, попал случайно, ну сейчас проиграю точно, вот, просто проигрываем, вот, и у нас все вылетело, да, LooseButtons скрылись, выключаем, PlayTxt нету, LooseButtons есть, то есть все абсолютно верно срабатывает, да, если здесь есть TapToPlay, включаем, выключаем, TapToPlay остался, да, то есть все абсолютно верно в нашем случае срабатывает, теперь ShopCubes необходимо поставить на отметку 1.2, да, то есть, ну, чтобы они были повыше, недостаточно просто это сделать в Unity, также необходимо это и здесь добавить, то есть здесь давайте мы ScreenPointX поставим, например, мы можем добавить плюс 1.2F, да, но мы можем не добавлять, поскольку у нас там 0, да, мы можем просто написать 1.2F, вот, ну, то есть то же значение, что и здесь, вот, для LockTiggerPosition мы это поставили значение, теперь если мы включим, мы увидим, что они достаточно высоко находятся, и они, видите, никуда не падают, то есть находятся также сам на 1.2, даже можно их чуть-чуть ниже, пожалуй, вот здесь, здесь я посмотрел, даже было бы 0.65, вообще шикарно для них, да, поэтому в LockTiggerPosition мы пишем 0.65F, вот, теперь оно, конечно же, будет уже намного все лучше смотреться, последняя проверочка, пожалуй, и у нас будет все готово, да, давайте опять-таки сыграем, попробуем проиграть, посмотрим, насколько оно все у нас правильно и красиво выглядит, последний раз пробуем, магазин, все, упс, оно куда-то опять съехало, а, ну съехало ясное дело, у меня там 1.2, но стоит просто эти все кубики, последний раз меняю на 0.65, вот, все, с этим мы закончили, теперь же мы давайте будем уже именно непосредственно работать с этими кубиками, да, то есть, ну, как бы покупать их там и прочее, 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 да, для начала давайте их мы поставим немножко дальше друг от друга, да, чтобы мы могли как бы именно отслеживать, какой конкретно, на каком, ну, какой конкретно кубик мы смотрим в данный момент, да, поэтому чуть дальше их поставим, вот, потом вы поймете, зачем мы это дальше, чуть дальше их ставим, вот, ну, буквально вот на одинаковое какое-то расстояние их поставим, да, еще чуть этот дальше, вот, да, где-то так вот, и последний тоже еще подвинем, сейчас последний тоже еще подвинем, вот, где-то вот на такое вот расстояние, теперь, поскольку мы их чуть дальше все подвинули, необходимо узнать, до какого момента мы можем их двигать, то есть, мы можем их двигать до минус точка 7, ну, до минус 7.2, например, вот, поэтому здесь мы двигали их раньше до минус 5, да, теперь надо переписать это до минус 7.23, да, то есть вот, если оно дальше, чем это уже позиция, то мы будем передвигать к ну, к минус 7.23. Вот. Теперь давайте, пожалуй, мы создадим новый 3D-объект, это будет объект, который как раз будет, опять-таки, это будет как бы кубик, да, вот, но это будет отслеживать, какой кубик на данный момент находится в поле зрения нашем, да, то есть все transform мы reset делаем и trigger делаем, чтобы он никак не не контактировал, так сказать, с другими объектами, да, ну, то есть они могли проходить сквозь него и так далее, да. Сделаем еще один пустой объект, это будет просто, ну, чтобы в нем все находилось, это будет объект shop, мы его назвали, и его, опять-таки, reset, весь его transform, и в него поместим все вот эти объекты, которые относятся к магазину, да, их у нас тут 3 объекта, scroll objects, scroll objects, witch cube и shop cubes, вот, теперь мы упс, не туда перешел, из 2D в 3D режим перейдем, и что мы сделаем, мы поместим этот кубик таким образом, чтобы он, как бы, всегда контактировал исключительно с одним объектом, да, то есть, ну, то есть, если этот объект, он находится на вот этом нашем witch cubes, witch cube, то как раз мы можем сказать, что именно с ним мы и работаем в данный момент, поэтому я box collider растягиваю, mesh renderer удаляю, вот, и, пожалуй, по Y-ку чуть его повыше, давайте поднимем, чтобы он прямо, этот наш кубик находился в этом box collider, и давайте даже вот так его поместим, вот, ну, то есть, наш кубик находится прямо в этом witch cube, да, вот таким вот образом оно будет выглядеть, вот, теперь создаем новый c-sharp скрипт в папке game, его назовем choose, давайте, как мы его назовем, даже так, select cube, мы его так лучше назовем, вот, ну, то есть, это будет именно скрипт, который, когда кубик попадает вот этот witch cube в этот объект, да, то он будет увеличиваться там, например, или что-то вроде этого с ним будет происходить, для начала давайте мы для всех кубиков опять-таки добавим box collider, я его удалил, ну, раньше, да, но все-таки он тут потребуется, да, сделаем его тоже из триггера, ну, то есть, триггером сделаем его, ну, и size, тут у меня не единичка было, поэтому единичку поставлю, здесь какая у нас функция будет в этом select cube, очень простая, то есть, on trigger enter, да, когда наш другой кубик будет попадать в вот этот наш объект, в наш вот этот witch cube, да, объект, то мы будем его увеличивать, к примеру, да, давайте мы, даже без проверок, давайте мы просто вот, например, напишем, ну, для вот примера, для начала мы, кстати, да, передадим один параметр collider other, и вот для начала просто давайте мы other transform local scale, мы будем увеличивать, увеличивать, ну, размера данного блока, который попадает в наш вот этот вот объект witch cube, да, мы его будем увеличить этот объект, размер его на 0.05 и по всем координатам x, y, z, да, а когда он будет выходить из этого объекта, как бы, то мы его будем уменьшать на, ну, опять-таки, на 0.05, да, то есть, on trigger exit, когда он выходит, да, то есть, минус 0.05, ну, и так далее, да, вот, теперь в witch cube мы сюда добавляем этот скрипт наш, который сейчас прогрузится, и сейчас добавлю, этот скрипт называется, ну, вернее, не скрипт, а для начала rigidbody добавим, потому что, чтобы работать с вот этими on trigger, да, триггерами вообще, необходимо иметь rigidbody компонент, поэтому я вот туда добавил, use gravity выключил, и skinematic поставил. Запускаем, смотрим, и у нас сейчас оно должно, в общем-то, все сработать, правда, не особо оно вроде сработало, хотя, я не знаю, сейчас посмотрим, секунду, так, 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 что-то как-то оно непонятно, что у нас кубики вообще не особо, а, двигаются, двигаются, хорошо, супер, но они не увеличиваются, либо я уж слишком их мало увеличиваю, не, они не увеличиваются, они попросту не увеличиваются, да, так, это какая-то ошибка, сейчас я ее попробую исправить, в скрипте, тут, знаете, необходимо, давайте мы будем увеличивать не на 0.05, да, а на 0.2, ну, это, по крайней мере, будет уже виден результат, потому что 0.05, это слишком уж мало, вот, это в первую очередь, а во-вторых, я забыл добавить скрипт, да, сказал про скрипт, начал добавлять rigidbody, и забыл про скрипт, да, select cube, просто этот скрипт сюда надо было перетащить на which cube объект, объект, вот, вот, а теперь мы видим, что у нас все они по единичкам, бац, мы только включили наш объект, ну, наш шоп, и они все начали увеличиваться, да, при этом видите, что в данный момент бывает, что аж 2 кубика, да, как бы, ну, как будто 2 кубика имеют размер 1.2, вот, давайте, во-первых, наверное, сделаем их немножко и побольше, что ли, не знаю, давайте здесь их попробуем поувеличивать, например, 1.4, да, по всех так, упс, упс, вообще никакие значения, думал скопировал, не скопировал, вот, 1.4 здесь поставим, да, вот, вот это, кстати, хороший уже размер, при котором видно, что мы, как бы, меняем, да, уже, ну, кубик на другие ставим ему значения, как бы, вот, поэтому здесь повсюду я поставлю, так, сейчас скопирую, повсюду поставлю, что именно 0.4, а не 0.2, в 2 раза, как бы, больше, вот, и, по сути, давайте сейчас я включу, выключу, вернее, и включу, и мы увидим уже намного, ну, результат прямо, да, что вот именно кубик, смотрите, бац, вот, и у нас большой кубик, но при этом попадается, что аж 2 кубика, да, вот, бывает, это из того, что у нас вот этот Twitch Cube, он слишком уж большой по иксу, да, давайте его сделаем по иксу, например, 1 ему поставим, да, то есть совершенно, он небольшой вроде бы, но все равно он большой, да, потому что, видите, попадается аж 2 кубика бывает. Давайте поставим, что он будет равен 0.5, например, или даже 0.2, то есть совершенно мало, как бы, да, сейчас оно, сейчас, 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 так, выйдем, включим, вот, все работает, да, и вот видите, здесь, ну, как бы, он все равно, все равно попадает, как будто 2 кубика, правильно, вот, это, пожалуй, надо поправить. Во-первых, давайте 0.4 поставим, так, здесь и не то, так, так, здесь давайте мы будем все-таки увеличивать на 0.3, да, потому что 0.4, это слишком много, и, как видите, постоянно 2 кубика попадаются, и 2 кубика, как бы, большие становятся, да. Вот, Twitch Cube я поставил по иксу, сайз 0.4, ну, вот, для Box Collider, да, вот, и теперь попробуем опять протестировать это все. Я думаю, в этот раз оно сработает правильно. Так, давайте, бах, о, да, видите, вот оно вот, ну, оно правильно срабатывает, я бы сказал, да, то есть, просто хорошо, ну, бывает, наверное, что там доля секунды, когда оно, никакой кубик большим не становится, но для скрипта в дальнейшем это особой важности не будет играть. Главное, визуально все выглядит очень-очень хорошо. Вот, вот так вот оно все выглядит, просто замечательно. Так, да, можем даже еще посмотреть, вот этот наш Scroll Object, можем даже чуть подальше его поставить, потому что, видите, когда я нажимаю на кубики, они, как бы, не реагируют, да, ну, не реагируют вот это, что я, как бы, нажимаю и хочу проскроить все, да, поэтому я Scroll Object чуть подальше поставлю, вот, по координате Z на минус 8.06. Теперь же давайте мы еще поработаем, мы откроем Shop Cubes, и здесь мы, пожалуй, зайдем в Canvas, и здесь мы как раз будем немного уже работать с UI, ну, с покупками этих кубиков и со всем таким прочим, да. Для начала давайте сделаем в ShopBG добавим несколько кнопок, первая кнопка мы ее назовем Select Cube, да, то есть это будет кнопка, когда мы выбираем какой-то кубик, вот, ну, да, просто кубик выбираем, если он у нас уже открыт, да, а вторая кнопка будет, это когда мы хотим купить кубик, да, то есть он у нас еще не активный, мы хотим его купить, да, то есть это будут две кнопки. Вот, вот такая, вот здесь вот примерно у нас кнопка, ну, не вот здесь, ее надо повыше, пожалуй, поднять, здесь она совершенно некрасиво смотрится, вот примерно вот здесь она у нас, наверное, и будет находиться, это наша кнопка Select Cube. Да, здесь спрайт еще не тот совершенно, но тем не менее, нам сейчас ее важно просто поставить, давайте в 2D режим перейду, вот эти Anchors поставить, чтобы она при любом разрешении потом, упс, при любом разрешении она потом нормально выглядела, ну, то есть трансформировалась под любой экран. Здесь необходимо добавить вот эти вот спрайты, у меня есть 2 спрайтика, я их сюда просто перетаскиваю, закидываю, делаю, что эти 2 спрайта, где этот 2й, они будут формата 16 битс, вот Apply нажимаю, и на этот, на Select Cube перетягиваю вот этот вот наш Select Cube, как бы, спрайт, да, то есть вот такая галочка, по нажатию, на которой мы будем выбирать, что именно этим кубиком мы будем играть, а вторая кнопка будет Buy Cube, которая, в принципе, на том же месте будет находиться, но видите, вот такой вот как бы мешочек с деньгами, да, то есть говорит о том, что мы за 50 диамантов будем покупать кнопку, упс, что я говорю, кубик, кубик будем покупать, вот, так, перейдем обратно в скрипт, и в скрипте, что мы здесь будем делать. Необходима проверка, то есть мы должны проверять, какой именно мы хотим, какую кнопку именно показывать, да, то есть если кубик открыт, тогда мы показываем Select Cube кнопку, если закрыт, тогда мы показываем Buy Cube, поэтому мы пишем If Player Prevs Get String, мы берем string, причем мы потом берем и, как бы, вот этот первый параметр, это имя нашего объекта, который находится сейчас в поле зрения пользователя, да, то есть один из этих кубиков в Cube 1, 2, 3 или 4, вот, Shop Cubes, причем закроем, да, чтобы сразу потом не забыть, вот, если вот это имя, оно равно, как бы, если вот это вот Player Prevs равно Open, да, то есть Cube 1, например, равен Open, да, тогда мы будем, во-первых, две перемены, две перемены добавим, это GameObject Select Cube и Buy Cube, да, то есть вот эти две наши кнопки, если же кубик в нашем случае сейчас открыт, то мы пишем, то мы ставим, что Select Cube наша кнопка, Set Active True, да, то есть мы можем выбрать на данный момент кубик, вот, и Buy Cube мы сразу поставим, что Buy Cube Set Active False, вот, если же у нас Else, да, если у нас, например, этот кубик закрыт, да, ну что угодно, но, как бы, Player Prevs не равно Open, да, то есть, значит, мы можем сказать, что кубик у нас закрыт, значит, Select Cube мы ставим False, а Buy Cube ставим True, да, то есть, ну, как бы, две разных кнопки у нас будет, вот, по сути, необходимо теперь перенести вот эти две ссылки на, на вот эти кнопки, сейчас, так, где этот у нас скрипт называется Select Cube, и где этот скрипт у нас находится, что-то я как-то вообще, да, вот здесь он, конечно, находится, вот, сюда просто ссылку переношу на Buy Cube и на Select Cube, вот эти две кнопки, и можем проверить, проверить, посмотреть, что у нас из этого всего получилось, включаем магазин, и мы видим, кнопка у нас Buy Cube срабатывает, почему, потому что Player Prevs для конкретного из этих кубиков, она равна не Open, по крайней мере, чему угодно, но не Open, ее вообще не существует, Player Prevs для вот каких-то этих наших кубиков, да, но мы добавим, давайте, Void Start, в котором мы будем присваивать значение для нашего первого кубика, он всегда у нас будет открыт, наш первый кубик, да, потому что, ну, при старте игры у нас первый кубик уже бесплатно дается пользователю, правильно, поэтому Cube, вот этот Player Prevs Get String Cube, мы ставим ему, если он, во-первых, проверяем, если он не Open, да, то мы ставим ему значение, что он будет открытым, да, ну, то есть изначально при старте игры, чтобы пользователь уже имел один открытый кубик, да, поэтому в старте мы просто открываем кубик, причем если он уже открыт, то мы его заново как бы не открываем, вот, сейчас оно запустится, включаем магазин, и мы видим первый кубик у нас вот такая кнопка, да, а все остальные, видите, уже совершенно другие кнопки, то есть скрипт абсолютно верно у нас срабатывает, да, каждый раз как бы новая кнопка, вот, это просто замечательно, теперь осталось реализовать эти кнопки, итак, для начала мы в Select Cube, что мы сделаем, мы пишем Public, и это будет String, да, ну, то есть строковая какая-то переменная, которая будет, в которой мы будем записывать NavCube, то есть кубик, имя кубика, который в данный момент, ну, как бы на экране, да, то есть NavCube, вот этом SelectCube, он TriggerEnter, когда мы, когда кубик попадает в вот этот ВичCube объект, мы пишем OtherGameObject.Name, да, то есть просто имя объекта, да, и в ByCube, в скриптах, да, в Game, в скрипты, давайте в MainStand, наверное, даже зайдем, да, мы создадим новый скрипт, который назовем ByCube, и зачем мы вообще делали вот этот NavCube, и в SelectCube вот это, зачем мы все это делали, для того, чтобы мы могли брать имя кубика, и именно открывать по имени кубика получается нужный нам кубик, да, вот такая вот штука. В ByCube, который мы перенесли на кнопку ByCube, мы пишем PublicGameObjectNow, даже не так, давайте, мы будем ВичCube напишем, да, то есть это тот объект ВичCube, у которого присутствует скрипт SelectCube, даже оно пускай прогрузится, пожалуй, да, чтобы мы потом не забыли ссылку перенести, то есть у него находится скрипт SelectCube, а у SelectCube находится паблик переменная NowCube, которую мы как раз и будем брать, поэтому OnMouseDown, когда мы нажимаем на нашу кнопку ByCube, ну, да, мы, что мы делаем? Если PlayerPrefs GetString, вернее, не GetString, извиняюсь, а GetInt, мы можем покупать новый кубик, если у нас диамантов больше, чем 50, да, поэтому мы проверяем, если диамантов больше или равно 50, да, тогда мы будем покупать кубик, да, поэтому даже здесь можем дописать комментарий ByCube. Иначе же, если у нас нету столько диамантов, то мы его не будем покупать, но, в принципе, иначе мы даже ничего делать не будем, поэтому даже удалим эту дополнительную проверку. Вот, здесь мы что пишем? PlayerPrefs SetString, мы берем как бы имя кубика нам необходимо взять, вот, и имя кубика это как раз NowCube вот этот вот. Для этого мы берем WhichCube, у него берем GetComponent SelectCube, да, пишем сейчас SelectCube, и у этого скрипта берем NowCube, вот эту вот перемену, да, которую мы здесь присылаем имя ей, да, то есть это будет именно то имя объекта, которое находится в поле зрения, да, и ставим, что оно Open, да, то есть через запятую Open. Вот, дальше мы необходимо нам еще, то есть по сути мы уже открыли объект, да, в дальнейшем он уже будет открытым, ну, считаться открытым. Дальше нам необходимо поменять кнопки, да, то есть раньше это была кнопка BuyCube, мы купили, значит мы теперь ставим, что это кнопка SelectCube, поэтому я добавил новую кнопку SelectButton, которую мы делаем SetActiveTrue, да, то есть мы ее просто включаем, и тут же, пожалуй, нам необходимо будет GameObject, то есть данную кнопку Buy, ну, которая покупкой, служит покупкой, да, мы ее SetActiveFault ставим, да, вот. По сути, сейчас оно тут прогрузит, мы перекинем эту кнопку SelectCube, сюда ссылку на нее, вот, да. Сейчас, перекинем, секунда. Вот, перекинули. Ну, давай, перекидывайся, чтобы у меня скрипт вообще застрял. Хорошо, перекинули, и дальше еще продолжим писать, здесь что мы сделаем, VoidStart у нас будет, в котором мы будем брать, ну, давайте так, PlayerPrefs, SetInt, и здесь будем устанавливать, что Diamonds в нашем случае будет равно 500, да, ну, это нужно исключительно нам в данный момент, да, то есть, чтобы мы могли купить именно что-то. Потом мы эти строчки кода удалим, да, то есть мы просто ставим, ну, как бы, ставим, что сейчас у нас диамантов будет аж 500, да, мы можем даже запустить, видите, 500 диамантов у нас, да. Теперь я удалю это, чтобы потом не забыть, да, потому что в игре нам такого не надо, что пользователь заходит в магазин, ему бац, 500 диамантов кинули, вот. А сейчас оно загрузится, опять-таки, вот, и теперь мы можем, в принципе, купить какой-либо кубик, да, давайте это попробуем сделать. Нажимаем, бац, мы, в принципе, купили кубик, да, теперь если мы переходим сюда, да, у нас одна уже та же самая кнопка срабатывает, поэтому значит, что мы купили кубик, да, то есть мы уже можем играть. Вот, теперь надо его менять. В скрипте, BuyCube, во-первых, давайте select button перенесем к через запятую для, к which cube, да, потому что я уже заработался и как-то уже совсем неправильно пишу, ну, как правильно, но такое. И добавим еще одну main cube, да, то есть мы будем именно менять материал для нашего главного кубика, да, то есть чтобы он становился такого же цвета, как мы в данный момент купили. То есть main cube, get component, mesh render, material, color, и берем game object, find, то есть мы находим именно тот объект, который сейчас мы как бы купили, поэтому это nav cube, да, то есть мы находим объект по имени, да, то есть вот niche cube, get component, select cube, nav cube, у него берем get component, mesh renderer, material, точка, color, да, то есть для нашего главного кубика, вернее, это просто material ставим, да, color даже не будем брать, просто material. Вот, то есть для нашего главного кубика мы ставим такой же материал, как и кубик, который мы купили. Сейчас оно прогрузит скрипт, я перетащу сюда главный кубик, ссылку на главный кубик, вот видите, сейчас секундочку его найду, вот сюда перетаскиваем, да, перетащил и, и в принципе запускаем игру. Посмотрим, что у нас из этого сейчас получится. Включаем магазин, попробуем что-либо купить, давайте купим, например, зеленый кубик, и мы видим, что уже оно поменялось, да, вот он поменялся, правильно? То есть по сути у нас все верно срабатывает, да, теперь я играю именно зеленым кубиком, и смотрите, как прикольно, да, он у нас окрашивает все остальное в зеленый кубик, но, кстати, диаманты не исчезают, да, то есть надо сделать так, чтобы диаманты исчезали, поэтому здесь добавим еще одну строчку, что playerprevs setint, ну, то есть диаманты, мы от количества диамантов отнимаем 50 диамантов, поэтому setint diamants, мы берем playerprevs getint, количество диамантов, и от этого количества отнимаем просто 50, да, то есть вот таким вот образом, вот такая вот строчка кода, просто отнимаем 50. Теперь в DuneD давайте создадим скрипт для selectCube, да, чтобы мы могли выбирать какой-либо кубик. Для этого новый C-Sharp скрипт создаем, который сейчас создастся, так, что-то у меня тут, назовем его selectNowCube, вот так вот мы его назовем, вот, откроем этот скрипт, и в нем, пожалуй, удалим все, что здесь есть, и будем писать. Пожалуй, этот скрипт будет очень простым, но давайте его сразу, кстати, перенесем на кнопку selectCube, вот сюда перенесли, да, и начнем его писать. Итак, заходим для начала в buyCube, и, в принципе, копируем все, что здесь есть. По сути, да, конечно же, большинство вещей здесь нам не потребуется, например, selectButton нам здесь не потребуется, но, по сути, многие вещи здесь потребуются, как по мне. Ну, по крайней мере, сейчас удаляем все, что нам не надо. Нам не надо, что мы удаляем вот эти, что мы берем это все, ну, эти диаманты и прочее, нам это, кстати, тут не надо, да, что-то нам тут совершенно мало всего потребовалось, но, по сути, нам все, что нам надо, это нам надо брать главный наш кубик, MainCube, и у него присваивать ему материал, который сейчас находится в поле зрения, как бы, да. Поэтому, если мы нажали на кнопку, мы просто для него присвоили вот такое вот значение материала, который, кубика, который сейчас находится в нашем поле зрения. И плюс ставим setString nowCube, да, то есть кубик, который на данный момент есть, да, чтобы мы могли потом, когда включаем игру, сразу установить кубик, который пользователь выбрал, например, в предыдущей игре, выбрал, да, вот. И здесь в byCube то же самое делаем, то есть nowCube это будет имя кубика, который мы купили, либо выбрали в данный момент. Сейчас прогрузится весь скрипт, я перетащу сюда VichCube, MainCube, ссылки на них, вот, VichCube перетаскиваем и MainCube, и, пожалуй, у нас должно все абсолютно верно будет срабатывать. Давайте Main, да, запускаем игру, заходим в магазин, давай, да, и здесь давайте выбираем желтый, например, мы видим, что желтый поменялся, вот зеленый поменялся, да, ну, опять-таки желтый, мы видим, да, желтый поменялся, вот. То есть все работает, ну, по сути, правильно, да, давайте мы даже попробуем поиграть, как мы видим, что прикольно очень, что когда мы будем опять-таки прыгать на какие-то объекты, они меняются в цвет нашего кубика, да, ну, поначалу это было не совсем, может, прикольно, да, но вот сейчас, как видите, это достаточно прикольно, да, когда он именно под цвет. Вот, давайте в restart сделаем, и видите, что когда он restart, то у нас кубик остается тем же самым, да, ну, то есть меня приходит к тому, ну, просто становится белым, да, как бы по умолчанию становится. Во-первых, NowCube, я просто добавлю hide in inspector, чтобы он у нас не был в инспекторе виден, да, вот этот public string NowCube, это все в select cube делаем, да, в скрипте, и здесь добавим новую переменную maincube, то есть при старте мы будем делать, что наш кубик главный будет того же цвета, ну, который выбрал пользователь в предыдущей, получается, игре, да, поэтому берем playerpreps, get string, здесь пишем NowCube, то есть мы берем именно NowCube, который, ну, кубик на данный момент, да, и, в принципе, здесь зайдем в select NowCube, возьмем, во-первых, вот это вот все, что у нас здесь есть, да, по сути, и вот эту строчку куда-то сюда вставим, вот, а здесь мы просто будем брать, что мы ищем уже не какой-то там, вичкюб и прочее, да, а мы именно playerpreps get string NowCube, то есть мы ищем тот кубик, который у нас на данный момент есть, мы его находим, у него берем материал, ну, и, соответственно, применяем его для нашего главного кубика, если запустить, оно у нас должно все верно сейчас, да, что-то у нас не особо все верно сработало, вот, давайте мы, например, желтый кубик ставим, да, включаем игру, сейчас я попробую проиграть, и потом посмотрим, останется ли этот кубик, ну, это, этот цвет, да, он что-то не остался, не знаю, что-то как-то уже, так, null reference, во-первых, я никакой, а, да, сюда main cube, во-первых, надо поставить ссылку на него, это раз, так, что-то у меня даже уже ссылки не ставятся, сейчас, вот, сюда, все отлично, вот, теперь должно сработать верно, итак, дело вот в чем, нам необходимо select cube, вот этот вот скрипт, здесь мы возьмем game object, сделаем массив из кубиков, вот, ну, то есть будет массив кубиков, что мы здесь делаем, мы берем цикл for, ну, во-первых, это будет более правильно, вот, мы берем цикл for int равно от нуля и до количества кубиков в нашем массиве, ну, количества элементов в нашем массиве, каждый раз мы i++, и здесь что мы делаем, очень-очень простенько мы все делаем, то есть мы берем playerprevs getint, вот этот nowcube мы берем, да, и проверяем его, если он будет равен cubes по индексу i.name, да, то есть если вот этот nowcube равен имени кубика, который мы сейчас как раз, ну, как раз проверяем, да, то мы как раз для него и будем устанавливать, ну, что материал нашего главного кубика, да, ну, и плюс break, если мы все-таки нашли, то мы чтобы дальше не искали это все, вот, и здесь теперь нам не надо вот это вот, все это find и прочее, мы просто cubes i берем у него компонент, mesh renderer и material, да, зачем это все надо было делать, потому что наши кубики изначально, они как бы скрыты, да, поэтому их невозможно найти, ну, видите, они тут все скрыты, да, перетаскиваем их в этот наш скрипт, ну, как массив, да, то есть 5 кубиков у нас получилось, вот, и теперь, когда мы включим игру, бац, у нас сразу желтый кубик при старте, да, если я выберу, например, давайте какой-либо, давайте даже купим, например, какой-то кубик, да, вот, например, вот этот кубик я покупаю, вот, он у нас уже таким установился, я могу поиграть, посмотреть, как оно все будет, у нас, кстати, диаманты уменьшились, да, вот, давайте я просто проиграю, сейчас перезапущу игру, давайте, наверное, опять в магазин можем даже зайти, можем выбрать другой цвет, например, зеленый, да, перезапустим игру, давайте опять зайдем в Select Now Cube, и дело тут вот в чем, получается, мы тогда кубик удаляли, да, когда он, ну, слишком уж далеко упал, да, ну, вернее, он упал, и мы его удалили, да, поэтому он стал null, его не существует, поэтому необходимо давать проверку, если кубик не null, вот, плюс в ShopBG перенести ссылку на, именно на вот этот All Cubes, это будет у нас Shop, а не ShopCubes, да, Shop вообще вся эта вот штука, вот, и теперь Shop открываем, а вот, Shop Cubes открываем, а Shop закрываем, да, вот так вот оно у нас теперь будет срабатывать, как бы, вот, в принципе, теперь давайте мы опять-таки выберем новый кубик, вот, опять попробуем поиграть, посмотрим, что у нас из этого получилось, ну, и давайте все-таки еще один скрипт создадим, это будет C Sharp скрипт, который мы назовем Write Material, как бы, да, Write Mat, вот, вот, и, пожалуй, этот скрипт мы перенесем на Main Cube, да, сейчас он прогрузится, я его тут найду, Write Mat Material, и откроем этот скрипт, вот, все, что в нем надо сделать, это, пожалуй, как вот здесь в Select Cube, вот эта вот штука, что я здесь делал, я ее просто вырезаю отсюда, и вставляю ее именно в этот скрипт, да, потому что, ну, чтобы он именно срабатывал не где-то там для какого-то постороннего скрипта, а именно работал с главным кубиком, и здесь все, оно будет более правильно. Единственное, что необходимо, вот этот вот Cube, ну, массив кубиков, перенести также еще дополнительно сюда, вот, тогда оно у нас уже точно 100% будет верно срабатывать. Так, опять-таки, сделаем замочек, вот этот поставим, и перенесем сюда все вот эти наши кубики, да, выделим их все, и просто вот сюда в массивчик их кинем, вот, они тут уже все есть, и это можно все поскрывать, чтобы оно как-то нормально все выглядело, запустить игру, посмотреть, что у нас из этого всего получилось, то есть, смотрите, при старте все верно, замочек, кстати, ну, выключим, вот, давайте мы зайдем в магазин, вроде бы все верно срабатывает, вроде все есть правильно, да, то есть, выбираем вот такой кубик, например, прыгаем, бегаем, что угодно делаем, вот, проиграли, например, еще раз запустили, да, у нас тот же кубик остался, если выключу игру, он опять-таки тем же самым будет кубиком, вот, то есть, у нас в данный момент оно будет все верно срабатывать, если я новый выберу, там, ну, в общем, все-все верно у нас как бы работает, да, в данном случае, например, я новый кубик выбрал здесь при проигрыше, и вот он у нас в начале уже опять правильно сработал, вот, ну, в общем, вот такое вот дело, вот такой вот у нас гигантский урок получился по этому магазину, ну, действительно гигантский урок, но без него, как по мне, никуда, да, то есть, мы создали огромный магазин, в котором есть, ну, как огромный, мы создали обычный магазин, в котором есть кубики, в котором мы можем покупать эти кубики, выбирать эти кубики, И, в принципе, оно все работает верно. Конечно же, на магазины тратится еще и больше времени, я вам скажу, в играх. Мы создали, мы попытались, по крайней мере, создать это все в одном уроке. Получилась куча времени на это затратили. Но, тем не менее, я считаю, магазин получился хороший. Вот, на этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok